Я хотела бы обратить внимание и прокомментировать ряд заявлений американских официальных лиц, в том числе и высокопоставленных, в связи с военно-технической помощью, которую оказывает наша страна – Сирия. Я не буду давать какие-то яркие оценки этим заявлениям. Увязываются и делаются выводы космического масштаба относительно нашей помощи Сирии. Говорятся в том числе и об изоляции России в связи с оказанием нами этой помощи. Это, конечно, даже комментировать не буду. Я просто хочу еще раз повторить, что Российская Федерация никогда не скрывала, что осуществляет и продолжает осуществлять сотрудничество с Сирией, в том числе и в военной сфере. И вопреки заявлениям, которые звучат регулярно из Вашингтона, о заслугах и об успехах возглавляемой Соединенными Штатами антиигиловской коалиции, в чем у меня, например, есть большие сомнения, учитывая, что кризис только набирает обороты, а беженцев из региона становится все больше, и ИГИЛ не собирается отступать. Так вот, хотелось бы подчеркнуть, что именно сирийская регулярная армия, который год несет основную тяжесть борьбы с террористами на своей земле. И в то время, когда западные страны и западные коалиции постоянно колебались в целях и задачах своего отношения к Сирии, отношение Дамаска к ИГИЛ было абсолютно последовательным и четким. Буквально до недавнего времени понятие ИГИЛ, или исламское государство, в принципе, отсутствовало в заявлениях американского руководства, просто они его не замечали или не хотели замечать, и только последнее время сфокусировались действительно на том, что это действительно глобальная проблема. И я просто еще хотела бы сказать, что, конечно, безусловно, радует, что, наконец, Соединенные Штаты разглядели эту угрозу и поняли, с кем они имеют дело, но, помимо всего прочего, очень бы хотелось, чтобы наши американские коллеги и партнеры также осознали, точно так же, как они осознали угрозу, террористическую угрозу со стороны ИГИЛ, чтобы они осознали, что бороться с ней эффективно, я подчеркиваю, эффективно, можно исключительно только единым фронтом. И без участия законного сирийского правительства в Сирии добиться этого невозможно. Вот я также, знаете, хотела бы сказать о том, что нас часто из Вашингтона обвиняют в нарушении международного права, почему-то в том, что мы поддерживаем нелегитимное правительство в Дамаске, и так далее, и так далее. Вот хотелось бы просто ответить на все эти обвинения, тоже задав несколько вопросов. Вот кто и на каком основании сделал вывод о нелегитимности нынешнего правительства в Дамаске? Это государство, член организации объединенных наций. Никаких решений организация на этот счет не предпринимала, и никаким решением не приходило. Мало того, как я уже говорила, даже в этой аудитории, с этим же самым правительством заключаются соответствующие соглашения, и ведутся переговоры, и велись переговоры по химической демилитаризации страны. Подписи представителей Дамаска считались легитимными в этом случае. То есть еще раз вопрос, кто и на каком основании решил, что правительство в Дамаске не является легитимным? Понимаете, невозможно в одной стороне мира решить односторонне, что кто-то в другой стране, который является членом организации объединенных наций, перестал быть легитимным. Так не бывает. По поводу того, что мы, опять же таки, и даже в регионе нарушаем какое-то международное право или еще что-то, я тоже хотела бы сказать, что в отличие от многих стран, таких, например, как и Франция, и Великобритания, и многие другие, которые заявляют о своем праве бомбить территорию Сирии, руководствуясь благими целями, причем праве бомбить без согласования с Дамаском, что мы рассматриваем как действительно реальное нарушение международного права. Наша страна ведет и сотрудничество с Дамаском, и взаимодействует с Дамаском исключительно по согласованию с этой страной и ее официальными представителями. Мы никогда не действуем без согласования, мы ничего не предпринимаем без согласования с официальными властями. Продолжение следует...